Я не знаю, как больше, но... В конце апреля на новой сцене Большого театра состоялась премьера замечательного балета Сергея Прокофьева Ромео Джульетко. Хореография этого спектакля принадлежит замечательному русскому балетмейстеру, нынешнему балетмейстеру Большого театра Юрию Николаевичу Григоровичу. Декорации и костюмы сделаны по эскизам выдающегося художника Симона Вагратовича Версаладзе. И дирижером сегодняшней постановки стал петербургский дирижер Андрей Аниханов. Я очень рад, что эта постановка, именно этот спектакль, возвратился на сцену Большого театра. Этот балет является капитальным возобновлением постановки 79-го года, который Юрий Николаевич Григорович поставил на сцене Большого театра. Хотя изначально премьера этого спектакля состоялась в Парижской опере, и первыми исполнителями были французские артисты. Первыми исполнителями здесь на сцене Большого театра были выдающиеся русские танцовщики Наталья Игоревна Бессмертнова, замечательная Джульетта, Юрий Богатырев, замечательный Ромео. Основной акцент сегодняшнего возобновления этой постановки были молодые артисты. Им предоставилась возможность встретиться с таким мастером, как Юрий Николаевич Григорович. Репетиции, которые проходили под его руководством, очень обогатили труппу, обогатили и творчески, и эмоционально. И тот результат, который получился, на мой взгляд, заслуживает большой похвалы. Разное время, разные артисты, разные условия и все, и так далее. Там было интересно, с моей точки зрения, очень. И здесь то, что мы видим сегодня, я старался, чтобы были молодые, хорошие. Это единственный, самый важный аргумент. Талант. Я выбирал молодых талантов, с моей точки зрения. Мне интересно. Публике, по-моему, тоже. Несмотря на то, что первая постановка этого спектакля стоялась на сцене Большого театра в 1979 году, мне кажется, что этот спектакль нисколько не устарел. И нужно, прежде всего, воспринимать его именно с позиции того времени, в котором был поставлен. Определённые коррективы Юрий Николаевич внёс в сегодняшний спектакль. Он стал более динамичным. Он стал более сжатым и более сконцентрированным в действии. Молодое поколение артистов Большого театра, нынешнее поколение, которое существует немножко в других темпоритмах, оно вносит драйв сегодняшнего дня, который необходим для этого спектакля сейчас. Я исполнил партию «Ромео». Девять лет назад состоялся дебют. Я её станцевал в Кремле. Было такое счастье у меня, да. Это была моя первая партия большая вообще в жизни. Меня пригласил Юрий Николаевич. Тогда он шёл в Кремле. Это балет, с театром Кремлевский балет. И сейчас снова. Для меня это, безусловно, новое ощущение. Безусловно, другой «Ромео». Другой. С другим видением мира. С другим пониманием любви. Редактор субтитров А.Семкин Мне очень-очень нравится с Юрием Николаевичем работать. Но он, конечно, требует от нас физической, эмоциональной, стопроцентной выкладки. Работа над «Джульетой» была трудная для меня, потому что актёрски сложная партия и очень многообразная. И нужно всё это понять, прочувствовать и сделать так, чтобы зритель это почувствовал вместе с тобой. Есть кусок в начале, когда мне приносят платье красное. И вот Юрий Николаевич здесь рассказывал, что вот я беру это платье, и как бы у меня есть какое-то предчувствие. Не то чтобы радостное, что «ух, как здорово что-то будет», а вот именно какое-то такое вот даже роковое. Вот этот вот он момент очень акцентировал. Мы над ним работали много, чтобы именно вот это вот какое-то состояние. Много разных моментов, как вот когда в начале я беззаботная, шутливая. А уже когда появляется Ромео с первого вот нашего, так сказать, взгляда друг на друга, здесь он говорил, что всё, вот ты увидела его, и вот оно, твоё. Потом с Парисом, ну так, доброжелательно достаточно, но без каких-то особенных там чувств везде с Парисом никаких нет чувств, но просто вот мило на полу. Парис, мне эта роль несколько не близко. Играть приходилось такого нейтрального человека, скажем так, не обременённого тем, что происходит в данном моменте в городе между двумя семьями. Хореография у Юрия Николаевича всегда отличается тем, что техники очень много, и в том числе прыжковые. Поэтому в этом плане, конечно же, работать и тяжело, и интересно одновременно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА